Меня спрашивают очень часто, какой камерой я снимаю. Вот сейчас я попробую сниму всё, что мне сын переслал. Сниму на телефон. Камера продавалась вот в такой коробочке. Она так называется Sony HDR. AC-20, вот. Вот так. Очень удобная камера, с ней вот она сама как выглядит. Нет дисплея, только могу включить-выключить, делать фото могу внутри. Карта памяти. Сейчас. Вот такая карточка. Очень много памяти. 64, да? Ага. Ну, несколько дней, я помню, снимала. Там чуть не тысячу видео у меня маленьких вышло, небольших. Но она так и не заполнилась. Вот. Её, конечно, минус. Мне вот говорит девочка моя, которая помогает, даёт хорошие советы, потому что она профессионал, профессиональный оператор. Она говорит, ты поставь её куда-нибудь. Поставить я её не могу, потому что она овальная. Но зато она вот такая удобная, что я её... Вот она у меня помещается в таком маленьком футлярчике, как кошелёчек. И я её вот так вот в руку зажала и пошла снимать. Меня некоторые даже не видят и не понимают. Потом только раз-таки, что это такое, спрашивают. Вот. 65 грамм всего весит. Очень удобно снимать ей. Поначалу мне было сложно, конечно, но потом привыкла. И вот, видимо, вот здесь вот динамик, да, мне иногда говорят, оденьте поролоновую шапочку на него. Но куда я шапочку одену? Шапочка тут соскользнёт, неудобно. Ветер залетает иногда, конечно. И самое главное, вот не закрывается вот этот объектив, поэтому с ним надо аккуратненько. Я так кладу вверх объективом в эту сумочку, чтобы ни до чего не дотрагивалось. Есть вот такой футлярчик. Если в него положить, то уже можно прикрутить и поставить или на штативчик. И даже этот футлярчик водонепроницаемый. Можно снимать под водой. Но я ни за что не рискну снимать под водой. Есть вот такая удобная платформа. К ней тоже можно прикрутить. И поставить в любое место. Есть длинная такая палочка, которая как удочка выдвигается. И, наверное, метра два. В общем, добраться можно куда угодно. Тоже камеру можно вставить сюда, но только в футлярчике в этом пластиковом. Вот такие проводочки, естественно. И есть, это крепится как скотч. И вот здесь можно прикрепить на шлем. Можно прикрепить, как мне сын говорит. Мама, хочешь, прыгай с парашюта. Хочешь, прыгай на велосипеде. Паркуром занимайся. Прикрепляй камеру. Я говорю, ты о маме хорошего такого мнения, что, значит, мама вот так вот может сейчас прыгать. Вот. А так, да, вот, пожалуйста, вот там нарисовано, сфотографировано. Пожалуйста, он к шапочке к своей или к шлему куда-то прикрутил. Ну, да, наверное, молодежь так как раз и прыгает. Много всяких документов. А, вот еще вот эта вот крепежная такая штучка. Стоила она вместе, вот год назад он мне ее купил, подарил. Стоила она все вместе, по-моему, 15 тысяч. Такой бюджетный хороший вариант. Мне понравилась, мне она очень нравится. Поначалу я, конечно, расстроилась, но как это так? Дисплея нет, я не понимаю, что я снимаю. Потом научилась просто вот так наводить, я уже и другим говорю, наводите как пистолет, когда хочу, чтобы они меня сняли. И сейчас просто довольна настолько, что уже не хочу никакую другую. Раньше рассматривала варианты и побольше. Ну, для себя думала, что, может быть, о чем-то помечтать. Нет, теперь ни о чем не мечтаю. Очень нравится. А одна, вот сейчас бы, наверное, я даже просто покупала для себя только эту камеру, потому что я больше ничего сейчас за собой не ношу. Ни этот удлинитель, ни футлярчик. Может, потом буду использовать со временем. А сейчас нет, мне вот этого хватает. И сама эта камера одна, по-моему, 11 тысяч стоила. Замечательная. Ну, все.